Всем привет! Сегодня мы с вами узнаем, почему стоит закрывать дверь каждую ночь, о проблемах полных людей и о том, что легкодоступные девушки могут оказаться в очень трудных ситуациях. С вами Валар, ну а это страшные короткометражки. Большое спасибо Азалии за поддержку канала. Надеюсь, вы уже все поставили свои лайки и... Окей, короткометражки начинаются. И с самого начала мы видим парня, который усиленно открывает и закрывает щеколду. Об этом случае его спрашивает психолог и задает вопрос, насколько долго был приступ. Парень говорит, что дергал всю ночь. Тогда психолог спрашивает, какое имя у того самого человека. Выслушав своего пациента, психолог предлагает гениальную идею по ее мнению. А почему бы просто не оставить дверь открытой? И услышав данное предложение, парень просто рассмеялся ей в лицо. Однако вот наступает новая ночь. И парень закидывается и таблами, и выпивает алкоголя сверху, только чтобы не психовать. И вот он снова подходит к двери, готовится ее закрывать и открывать. Но взглянув на фотографию девочки и немного побив себя по лицу, он все-таки отходит от двери и ложится в кровать. Вместе с куклой. Все мои теории по поводу этого фильма будут в конце, но пока что он обнимает куклу. Мы видим обручальное кольцо у него на руке. И он блюет, потому что не нужно было мешать таблы с алкоголем. А вот только пока наш главный герой обнимал унитаз, выключился свет. Взяв нож и подойдя к двери, парень видит, что она открыта. Дверь он закрыл и на секунду выдохнул. Вот только зря. Я вас категорически приветствую. Осознав, что парень не один, он идет проверить туалет. И это было зря. Определенно неприятный сюрприз, однако снова посвятив туда, парень видит, что никого нет. Может быть это галлюцинации? А черт его знает, зато сейчас ему звонит телефон. Шутки в сторону. На самом деле звонит его дочь и спрашивает, запер ли он дверь. И когда он отвечает, что не запер, то дочь говорит, что он должен был и... Ну в этот момент такой, да, неприятный. В общем-то да, нужно было запирать дверь, потому что пришел мистер Тату, взял нож и откромсал нашему главному герою руки. Но это еще не конец. Теперь за парнем ухаживает специально обученный человек. Он уходит, рук так и нет, и кто-то стучится в окно. Улыбнувшись, парень вспоминает дочь. Дверь открывается, и фильм заканчивается. А у меня появляется теория, а то вы что думали, только хихоньки да хахоньки? Итак, слушайте. Парень определенно психически нездоров. Но почему? Мы видим, что он был женат, что у него была дочь. Собственно, вот здесь она, кстати, и пробегает. Так вот, моя теория заключается в том, что он убил свою дочь. Не знаю каким образом, но руками. Именно руками. После этого он так себя и не смог простить, эмоционально разбит, спит с куклой. И в конце концов, он сам себе отрезал руки. Этими руками он и убил дочь. Но это моя теория. И посмотрите, как главный монстр похож как бы на него. Ну в смысле, это по-любому и есть тот же самый актер. Вот у него волосы кучерявые. В общем, не знаю, приступы ТСПГСа или... Так действительно и есть. Но психиатру спасибо. Вот просто совет был шикарный. Великолепный план, Уолтер. Просто охуенный, если я правильно понял. Итак, на очереди у нас следующая короткометражка под названием «Свинка». Главная героиня по имени Сара приходит к водоёму, чтобы искупаться. По близости никого нет. Сара переодевается, уже готова искупаться, как вдруг... Я тут притаился! А в водоёме оказывается какой-то мужик. А затем ещё знакомый Сара неподалёку проходит и начинают жёстко юбулить. Но они говорят, что она толстая, плюс начинают шиперить с этим мужиком. Решив не слушать этих мерзких девчонок, Сара прыгает в водоём. Ну а девчонки не останавливаются, они продолжают и продолжают поносить Сару. Мужик выходит, а Сара не замечает, что на дне-то тело. Занырнув в очередной раз и всплыв, Сара замечает, что девчонки пропали. Ну неужели наконец-то отстали? А вот и нет. Девчонки решают идти до конца. Каким-то сачком они пытаются утопить Сару, не забывая говорить ей. Каким-то немыслимым способом они умудрились разбить нос Саре, и на этом девчонки не останавливаются. Они ещё и одежду её забирают. Ну, какие твари. Да, тяжела жизнь Сары. Собственно, как и она сама. No fat shaming. No fat shaming. В общем, теперь Саре в купальнике придётся топать до дома. И, казалось бы, ну куда хуже. А хуже ещё может быть, ведь едут парни. И парни едут не чтобы её подвести, а чтобы поиздеваться над ней. Один парень её поднимает, другой снимает. И, конечно, они не забывают сказать. Жирные девки ходят, суки. И вот Сара всеразбитая продолжает свой путь, как вдруг видит фургончик. А в нём... Ой, я наконец-то понял, на кого похож этот чувак. Посвящено ВВ, моей звезде и полное тишине. В общем-то, Хэнк отъезжает, вдруг останавливается и... В машине оказываются те самые девчонки. Они кричат о помощи Саре. Хэнк выбрасывает вещи Сары. Ну, а Сара сама... Ой, обоссалась ещё. Ёб твою мать, блядь! Ну и особо не зная, что делать, Сара решает, ну, помахать ему. Он машет в ответ. Девчонки из фургона тоже не забывают помахать. Ну и всё. Сара быстренько надевает одежду, включает музычку. Не забывает сделать серьёзное лицо. И потопала. Мех, и чему эта история нас учит? Если вы толстые и над вами издеваются, то вас не тронет маньяк? Не знаю, не знаю, а буллинг в этой короткометражке показан так примитивно. Бот обе это хулиганы из подростковых фильмов. Вот просто они злые, потому что злые. Всё, ненавидьте их. Короче, за чувака, похожего на Хэнка, ставлю лайк. Ну, а буллинг он даже до такого не дотягивает. Слушай, ты можешь, пожалуйста, снять спасательный круг, блядь? Чего? Ну и последняя на сегодня короткометражка под названием... Шлюха. Мы видим внучку и бабушку. Внучке приходится нелегко, ведь она колит дрова. Ладно, нелегко ей не только потому, что она колит дрова. Проблема ещё в том, что она не такая эффектная, как вот эта дама. Ведь на эту даму заглядывается весь город, а парни, ну, просто пускают слюни при виде неё. А над нашей главной героиней лишь потешаются. Не, пацаны, ну я понимаю, если бы там была Сара, но... Ладно, на вкус и цвет. Так вот, девчонка помимо того, что невзрачная, ещё и неуклюжая, и всё-то у неё не получается, она падает, роняет очки, над ней смеются, и тут... И её очки берёт какой-то мужчина. А даёт их ей, чтобы не продолжать называть девушку главной героиней, я назову её Вэлмой. Э, скуби-ду. Но я думаю, что в реальной жизни она выглядела бы именно так. Вот если бы она ещё подстриглась, то вообще копия Вэлмы. Так вот, у них завязывается разговор, по итогам которого Вэлма говорит, ну вот я-то не такая, как она. Она-то всех цепляет, а я... Пф, кто я? Я просто мышка. Тут ещё и подходит эта блондинка, говорит, о, а кто твой друг, в общем, начинает эффектно с ним разговаривать. И когда она отходит, Вэлма говорит, ну что, видите, какая она эффектная? А я-то... Я-то не такая, как она. И тут мужчина говорит, что ты лучше, чем она. Ведь ты... Ты хорошая девушка. Ну всё, Вэлма влюбилась. И вот она выходит из здания, видит этого мужчину и говорит, привет, а... Как вдруг он начинает разговаривать с той эффектной блондинкой. И уходит вместе с ней. Да, сердце разбито. Вернувшись домой, Вэлма решает кардинально изменить свой образ. Поэтому он окрасит губы, снимает очки, но ни черта не видит, поэтому возвращает их, начинает танцевать, пол скрипит, ну, окей. И мы перемещаемся к тому мужчине. Оказывается, это не просто мужик, а убийца. И убивает он исключительно... Шалюх. Зачитав мораль блондинки о том, что нельзя раздвигать ноги перед первым встречным, он решает с ней покататься. Ну, а Вэлма продолжает менять свой образ и подстригает джинсы, да так, чтобы всё было видно. И вот перед нами её новый образ. Она заходит в этот ролик парк в надежде, что все будут на неё смотреть, и все смотрят, но взгляды... Какие-то не очень. Поэтому Вэлма убегает. Однако тот самый парень, который потешался над ней, заметил, что Вэлма превратилась из гадкого утёнка в... Шикарную женщину. Поэтому он идёт за ней, делает один комплимент и... А чё время-то тереть? В порыве страсти чувак случайно уронил её очки, и они разбились. Но... Их кто-то поднял. И вот Вэлма возвращается домой. Та самая девочка, на которую никто не обращал внимания. Но сейчас она получила то самое мужское внимание. И что первое она говорит своей бабушке? Ужи! Смотри, чтобы у бабушки инсульт не случился. Ну да, она рассказала бабушке о том, чем занималась, и спасибо хоть не в подробностях. Поняв, что бабушка, видимо, особо говорить не хочет, Вэлма поднимается наверх. А бабушка поднимается с кресла. И да, это не бабушка. Ведь настоящая бабушка валяется на полу. Собственно, Вэлма после такого насыщенного и яркого дня ложится спать, но вдруг... Слышит какой-то шум. Решает пойти проверить и... Получает подых. Кстати, если что, почему она не различила бабушку и мужика? Ну, потому что у неё очков не было. Собственно, мужчина нависает сверху, надевает на неё очки, и она видит, что это тот самый мужик, тот самый. И он говорит, ну что, что я с тобой буду делать? Ответ неверный, поэтому мужик начинает её душить. И уже, когда, казалось бы, надежда угасла, она хватает помаду и втыкает её в глаз этому мужику. Затем она встаёт, вокруг шеи мужика обвязывается верёвка, начинается перетягивание канатов, и Вэлма в нём проигрывает. И когда, казалось бы, у Вэлмы снова нет шансов, мужик застревает в полу. Ну, вы же помните, он скрипел, да он вообще... Хлипкий. Вэлма берёт топор, и не зря наколола дрова. Ну, сейчас-то она ему покажет. You missed, you stupid bitch. Ну да, вот так вот посмеялся над ней, а сам закосплеил лампочку. Хм, покеда. Так вот, Вэлма быстрее сажает бабушку на кресло, говорит, сейчас принесёт медикаменты, но бабки вообще, вот просто по барабану. Фиолетово, кто здесь был, чего здесь? Дайте телик посмотреть. Вот и всё, конец истории. Но, знаете, эта короткометражка была больше всего похожа на фильм. Тут и такой цветокор прикольный и так далее, но, по факту, короткометражка не особо цепляет. Хотя, прикольный момент с тем, что вот Вэлма, она такая тихая мышь, а тут есть вот эта эффектная блондинка, и когда я увидел название этого фильма, я думал, ага, ага, по-любому всё это будет связано с ней. И слад, это как раз-таки вот эта блондинка, но в конце оказывается, что слад, это... I had sex. Ну что, пишите, какая короткометражка понравилась вам больше всего, и, наверное, вы мне скажете, Валар, у тебя видос называется «Страшные короткометражки», а тут из страшного был только момент с описыванием Сары, и тот не страшный, а противный. В общем, в общем, вы можете написать какую-нибудь интересную страшную короткометражку, и если вдруг эта рубрика продлится на ещё один видос, то... то да, я её перескажу, и посмотрю, и сделаю какие-нибудь выводы. Тут просто ничего такого страшного не было, поэтому я атмосферой не нагонял. Поэтому в основном были шутечки, но если вдруг вы подскажете мне действительно страшную короткометражку, то... там будет не до шуток. В общем, огромное спасибо за то, что досмотрели этот видос до конца, надеюсь, вы поставили лайк, и надеюсь, вы напишите комментарий, как вам короткометражки, по крайней мере, расскажите свою теорию по поводу первой короткометражки, вот действительно, был ли я прав, или у вас какие-то свои мысли по этому поводу, мне будет интересно почитать. Ну а также подписывайтесь на канал, бахайте в колокольчик, и не забывайте, всех обнял.